Приветствую вас. Давайте дергаем ваш вопрос. Почему, когда парни предлагают встретиться, меня как будто в жар бросает, начинает болеть голова, сердце биться, волнение какое-то, как будто подознательно, я не хочу этой встречи, а когда мы не вместе, я чувствую себя прекрасно. В то же время скучаю, но как только день встречи, меня бросает в жар и начинает все тело болеть. Как с этим справиться? Такой у нас вопрос. Ну, что же хочется здесь сказать? Вообще, первая мысль, которая у меня была, когда я прочитал ваш текст, у меня возникло такое ощущение, что вы боитесь встречаться с человеком. То есть, как-то вот он у вас, как-то вот с ним, у вас связаны вот какие-то неприятные чувства, да, неприятные ощущения. Вероятно, вы как-то вот сталкиваетесь с тем, что нужно себя оценивать. Вот, вероятно, вы сталкиваетесь с тем, что нужно как-то вот на себя смотреть с ним, с мужчиной. Вот, и это вскрывает какие-то вот не самые приятные для вас ощущения, не самые приятные для вас. Противоречившие конфликты, которые не актуализируются, когда вы, ну, не с этим человеком. То есть, ну, то есть, например, если, допустим, допустим, если вы не уверены в себе как женщина, да, вот если вы в себе сомневаетесь как женщина, то есть сомневаетесь в своей, ну, к примеру, привлекательности, да, сомневаетесь в своей ценности как женщина, вот, то, естественно, встреча с этим человеком, если он для вас дорог, вот, естественно, будет вызывать такие ощущения, волнения, потому что, ну, по сути, это будет означать, что вы идёте вот на какую-то проверку, да, вы идёте на какую-то, ну, на какую-то борьбу, вы идёте на какое-то преодоление, преодолевание чего-то. Вот, и, конечно, это серьёзные проблемы для вас, поэтому тут, тут вот нужно поисследовать, что конкретно и как конкретно вы начинаете переживать, потому что совершенно очевидно, что в данном русле, в данном ключе, вот, вы больше обращаете внимание, конечно, конечно же на себя и на свои эмоции, да, на свои переживания, нежели чем на молодого человека, вот, сам молодой человек вам здесь, на самом деле, не высвечивается, не высвечивается, как что-то, что на первом месте находится, вот. Поэтому важно посмотреть, какую проблему вы свою пытаетесь решить, вот, что вы пытаетесь решить здесь, в этом контексте, вот, и после этого уже, значит, разбираться, как можно было бы это противоречие или конфликт разрешить. То же самое касается и скуки, да, то, что вы скучаете по человеку тоже, как бы, означает, что вам чего-то не хватает, но чего? Как бы вам не хватало именно, вот, как бы вам не хватало именно какого-то своего ощущения и состояния с этим человеком. Но вполне возможно и другая история, когда вам просто что-то не нравится, вот, ну, в поведении партнера и так далее, и вы, в общем и целом, запрещаете себе это выражать, проявлять, и, вот, соответственно, это выливается в такую вот историю. Справляться ничем не надо, то, что вы задаете такой вопрос, говорит о том, что вы в целом можете быть склонны подавлять себя, но есть еще третий возможный вариант развития событий, это когда речь идет об интринте, то есть, если молодой человек как-то попадает в ваш образ какой-то, это может вызывать комплексные чувства, которые у вас были, которые вы испытали, но не пережили, не прожили до конца в прошлом, то, вот, тут тоже нужно смотреть, ну, и страх, страх отношений, вы можете просто бояться отношений. Если вы склонны себя подавлять, если вы не уверены в себе, то вы можете бояться отношений, потому что отношения для такого субъекта, это риск раствориться в другом человеке, чего вы не хотите, и подсознание вас от этого пытается уберечь. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, чтобы позволить вам начать над собой работу, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.